я вас приветствую друзья сейчас вашему вниманию хочу чтобы посмотрели фильм о первом человеке который применил на соревнованиях швук толчковый который сейчас китайцы применяют и назвали его китайским швуком но первопроходцем был советский штангист из донецка погнали виктор соц родился 11 мая 1958 года в сталина заниматься тяжелой атлетикой начал в 14 лет у тренера петра тимофеевича алаева в дсо динамо через два года на чемпионате у ссср выполнил норматив мастера спорта это при том что особых спортивных данных и талантов у парня не было добиваться высоких результатов ему помогали упорство целеустремленность и трудолюбие в 18 лет после успешного выступления на первенстве ссср соц включили в состав юниорской сборной союза в 1977 году на первенстве мира среди юниоров софии донецкий атлет завоевывает серебро и в следующем году на первенстве ссср среди юниоров соц выполнил норматив мастера спорта международного класса тренировки происходили по такому принципу алаев мне пишет планы там ну допустим рабочий момент там надо 30 тонн перепахать там за день я всегда по 10 12 по 5 процентов добавлял от себя чины то есть лишний подход там накину лишний подход там накину трещит там репит все это на это вообще не обращал внимание раз ты пришел себя посвящать большому спорту начать кинь все эмоции и занимайся тем чем ты занимаешься для того чтобы чего-то достичь но я тогда и не мечтал что я могу там чемпионом мира стать у меня не было таких как бы больших планов что это может сбыться но раз этим занимаюсь значит надо этим заниматься и когда организм скажет стоп я уже больше не могу ты с меня выкачал все тогда это будет конец но это было только начал формируй свой стиль ищи свой путь к победам и соц отыскал свой путь он первым из тяжелоатлетов стал использовать на официальных соревнованиях для выполнения упражнения толчок способ толчковый швунг классический толчок подразумевает подсел ноги раскинул поднял а швунг это когда ты стоишь как солдат на одной линии подсел и сделал тоже упражнение но не раскидывая ноги это упражнение было не ново то есть его делали и на тренировках и до меня и там и 10 лет назад и 20 лет назад делали но она считалась как вспомогательное упражнение это уже конец тренировки было по плану было 195 подходов по два с груди я один подход толкаю два раза а потом говорю аллаева давай тимофеевич такой спор проведем если я швунгом шесть раз за один подход сделаю мы о толчке забудем навсегда он на меня смотрит говорит ты не сделаешь это я рыно если сделаю ну все ж люди толкает ну типа чем мы будем выпячиваться я говорю но если это мое она от ладно подходи я пять раз зафиксировал четко а шестой но свалилась чуть-чуть на учитывая что конец тренировки и 190 на шесть раз толкнуть для меня это было очень много он арт я слово дал но я не могу понять как мы будем это выставлять на соревнованиях наверное тоже твои проблемы как выставлять моё дело швунговать считалось что таким способом предельный вес толкнуть невозможно и спортсмены поднимая в толчке штангу над головой делали как это и было общепринято ногами ножницы соц никаких ножниц не делал я взял на грудь 190 килограмм вот сижу и сделал вот так вот как я вам показываю журналисты ручки побросали они не поняли что это получилось 190 килограмм не вставая в седе вот так затем оставалось лишь выпрямить ноги в коленях и движение было выполнено правилами такое выполнение толчка не возбранялось и на кубке ссср в алма-атте в декабре 1980 года виктор соц швунгом установил свой первый рекорд мира особую радость спортсмену придавало то обстоятельство что тогда он перекрыл рекорд своего кумира давида ригерта потом мировых рекордов у соца было еще 7 а способ швунг в толчке стали использовать многие атлеты мира этот способ поднятия штанги так и вошел в терминологию тяжелой атлетики как швунговый толчок соца когда я рекорд мира зафиксировал на доловой судьи центральные боковые не давали отмашку они переглядываются то есть штана настолько быстро улетела вверх что они не поняли что это произошло но я шуновалы до этого судья старший судья делайте человеку отмашку он рекорд мира делал то есть они не могли врубиться что такие веса можно швунгом подымать не догадываясь виктор соц с петром алаевым стали авторами одного из самых востребованных и популярных в наши дни упражнения в силовых видах спорта не только в тяжелой атлетике оно так и называется жим соца это жим штанги из-за головы рывковым хватом в низком седе существуют различные вариации его выполнения прямой и обратный силовой с дополнительным весом и технически с пустым грифом но во всех случаях преследуется одна цель улучшение позиции в седе а также укрепление и повышение подвижности плечевых суставов упражнение отлично подходит для спортсменов всех уровней и включается в тренировочный процесс на всех этапах подготовки на чемпионате мира 1981 года который состоялся во французском лиле соц считался фаворитом весовой категории до 100 килограмм и прогнозируемо завоевал золотую медаль оставил далеко позади всех своих конкурентов но почивать на лаврах чемпиону долго не пришлось молодой спортсмен из димитров града товарищ соц по сборной союза юрий захаревич решительно заявил свои права на лидерство в весовой категории на всесоюзных соревнованиях и на тренировках захаревич поднимал веса более тяжелые чем соц и на чемпионате мира 1982 года в любляне югославия предпочтения экспертов были на стороне феноменального димитров градца и все же в ходе драматического противостояния победителем из этого спора вновь вышел дончанин во второй раз став чемпионом мира уже в ранге победителя соц попытался поднять рекордный вес в третьей попытке но эта попытка закончилась неудачно травма позвоночника и невозможность поднимать высокие веса почему не пойти там допустим на 238 после того когда захаревич не поднял 237 логично на свой рекорд а почему на 242 ну так как соцсадник без головы был я пошел на этот вес меня гупнула так что позвоночник в трусы высыпался извиняюсь вот такой треск был тер 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 спрашивается зачем была дана команда то есть я как исполнитель я вышел взял на грудь я еле затащил и даже не знаю и не показали это видео это смертельное было видео то есть там говорят так тебе гепнула я третьей точкой коснулся это уже можно было опускать стал а видно вот эти вот вот этот удар компрессионные уже позвонки съехали и когда я стоял уже готовился толкнуть все я провалился то что нервы надавили я подсел и провалился во первых вес на тот момент это был феноменальный ну по крайней мере для меня ну а второе то что уже бы травма произошла а горячка все равно не дала то что у меня три смещения позвонка было на спартаки одинородов ссср в 1983 году донецкий штангист показал только третий результат в своем весе и это было его последнее официальное выступление в 1984 году виктор соц ушел из большого спорта и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok